Ребят, всем привет! В прошлом видео мы с вами делали распаковку и выкраски новинок от RolTalents, а сегодня я предлагаю вам протестировать в работе вот этот чудесный набор от Van Gogh. Сейчас вы видите на экране фотореференс, по которому мы будем рисовать, поэтому делайте скриншот и открывайте себе где-нибудь это фото, а мы начинаем. На самом деле немного волнуюсь, потому что, конечно, эта палитра для меня непривычная, например, здесь не совпадает ни один синий с моей привычной палитрой, поэтому я думаю, это будет точно интересно. Так, начнем мы с того, что мы примерно намечаем горизонт. Я буду себе помогать для того, чтобы это дело все было быстрее. Дальше нам нужно примерно найти, сколько у нас будет занимать домик, несмотря на то, что он кажется таким достаточно большим, он у нас занимает не так уж и много места в пространстве, поэтому не рисуйте его огромным. Дальше обязательно проверяйте ширину одной стороны относительно другой. И, кстати, из-за того, что одна сторона к нам развернута больше, а другая меньше, но если мы их сравним, то они плюс-минус равны. Поэтому намечаю все это дело. Так, чуть-чуть ниже его опустим. Точка схода одна у нас будет где-то вот здесь, вторая точка схода у нас будет за пределами листа. Так, соединяем с точкой схода. Таким образом мы находим высоту одной стены. Теперь нам нужна высота второй стены. Я уже сказала, что эта точка схода будет где-то за пределами листа. Я плюс-минус ее... Можно ее на столе даже поставить вот так вот и соединять с ней. Как вам такой лайфхак? Так, готово. Теперь нам нужно... Так, что-то как-то с пропорциями произошла беда. Такое впечатление, что я сейчас построила только один этаж. Давайте чуть-чуть сделаем повыше. Видите, я тороплюсь. И не строю так, как надо. Но это ничего страшного. Никто об этом не узнает. Найдем... Проведем диагонали для того, чтобы найти высоту... Высоту крыши. Крыша у нас не очень острая. Она такая более пологая. Поэтому не рисуйте ее слишком высоко. Так, соединяем. Теперь соединяем с домиком. По идее, нужно найти еще теперь и дальнюю стенку. Вот эту простроить для того, чтобы найти правильный вот этот изгиб. Но я буду делать это на глаз. Во-первых, крыша, она вот здесь чуть-чуть длиннее. Поэтому не забываем это. И плюс-минус откладываю ее. Вот. Как вам такое супер быстрое построение дома? Теперь можно отложить окошки. Обратите внимание, что одно окошко, оно прям под крышей. Потому что мы смотрим на домик как бы немного сверху. Поэтому одно окошко у нас уезжает вот сюда. И второе окошко у нас будет где-то вот здесь. Опять же, для того, чтобы их правильно построить, все соединяем с точкой исхода. Не рисуем их просто из головы. Это будет некрасиво и не точно. Так. Есть. Лишние линии я потом подотру. Идем дальше. Так, теперь наметим горы и все остальное, все, что окружает наш домик. Кстати, знаете, что можно еще сейчас сразу построить? Вот здесь такое впечатление, что идет какое-то строительство. Или, может быть, там гараж. Непонятно. Такое впечатление, что построили одну стену. Но мы с вами просто наметим слегка. Как будто бы там действительно что-то есть. Опять же, соединяю все с точками исхода. И вот здесь у нас за лобом все это скрывается. Можно даже бассейн было бы пририсовать. Но мы можем, например, здесь наметить какой-нибудь заборчик или вот что-то типа подобного. Вот, готово. Рисую вот эту нашу поляну на склоне, который находится наш домик. Вот здесь какая-то тень. Наверное, это падает от какого-то дерева. Дальше у нас вот здесь вот идут деревья. Можно не стесняться их прям поинтереснее какой-то изгибом обрез передавать. Тут даже возле дома можно побольше. Так. И горы. Для того, чтобы горы не потерялись, сотру линию горизонта, которую я намечала себе. И намечу их. Вы знаете, я даже хочу, наверное, чтобы чуть-чуть домик показался из-за гор. Мне кажется, что так композиция будет более сбалансированная. Мы художники, мы можем все менять так, как нам хочется. Можем вот сюда, вот сюда добавить какую-то более такую гору, которая будет визуально дальше. Так. И вот здесь, например. Вот. Отлично. Мне это нравится. Также можно сразу наметить небольшие облака. У нас облака только возле горизонта есть. И вот здесь одно небольшое облако. Но поверьте мне, по композиции это будет смотреться не очень красиво. Поэтому предлагаю, например, вот здесь одно облако наметить. Великовато и по массе как домик. Поэтому, наверное, сейчас сначала намечу вот это облако. Здесь такое небольшое. И можно вот где-то вот здесь добавить. Ну, а там уже получится в акварели. Тут всякое бывает. Это же акварель. Ребята, ни на что надеяться не надо. Так, лишнее вытираем. И, в принципе, можно закрашивать. Расположу поудобнее. Чтобы вам была видна палитра и все, что я с ней делаю. Конечно же, обязательно сбрызгиваю краски перед началом работы. И немного побрызгиваю на работу. И заодно на свой ноунгук. Для работы нам понадобится кисточка беличья для заливок побольше. И вот это из набора Ван Гог я буду ее использовать для деталей. Отличная, тонкая, точная кисть. Начинаю я, как обычно, с неба. На горизонте у нас немножко теплее небо. Можно лимонный смешать с неаполитанской желтой. В прошлом видео я показывала распаковку, называла все цвета. Поэтому не пугайтесь. И поехали. Можно даже смело залазить на вот эти горы. Ничего страшного. Они у нас все равно силуэтом выступают. Теперь за неимением других синих возьму бирюзовый и капельку индиго добавлю. Индиго очень концентрированный, получилось не капелька. Закрашу небо сверху. Оно у нас, в принципе... Кстати, можно, знаете, даже добавить чуть-чуть краплака, чтобы цвет такой был более сиреневый, что ли. Прохожусь. И где-то можно оставлять непрокрасы, как задел под будущие облака. Замываю кисть. И чистой кистью делаю переход. Так, ну что, необычно, непривычно, но интересно. Очень интересно, я бы даже сказала. Сделаю наклон для того, чтобы краска более равномерно распределилась. И все-таки основной градиент утек вверх. И пока я вот так держу работу, смешаю цвет для гор, которые будут подальше. Можно, кстати, попробовать даже немного добавить белил в цвет неба. И чуть-чуть... Ой, получилось не чуть-чуть. Краски очень насыщенные и легко набираются на кисть. Это прям непривычно для красок в кюветах. Так, смотрите, ребят. Сейчас я опущу, и вот эта капля, она потечет обратно на небо. Поэтому я вот так вот аккуратненько все это вытираю, и у меня будет красивая равномерная заливка. Дальше. Вот этот цвет, который я смешала, я могу им нарисовать и горы, и немного дать тени на облака. Смотрите, я не полностью закрашиваю вот белый цвет, который я оставила. Для того, чтобы они как будто бы чуть-чуть засияли. Чем ближе облака к горизонту, тем всегда ровнее они должны быть, по крайней мере их низ. Такими движениями немного на вылет, не стесняемся. Так, получились какие-то точки-пунктиры, поэтому хочется это чуть-чуть исправить. Можно ниже добавить еще чуть-чуть больше розовенького или даже перола оранжевого. Он очень красивый у Ван Гог. И такой полусухой кисточкой чуть-чуть добавить на горизонт. Так, залезла в краски, видите, и испачкала лук, но ничего страшного. Едем дальше. Закрасим горы. Чуть более прохладный цвет возьму. Те, которые на прям совсем-совсем дальнем плане. И пока они впитываются, закрашу, замешаю цвет для гор, которые ближе. Но, смотрите, сейчас современные фотоаппараты, они очень сильно делают контрастными изображения и вытягивают картинку так, что нивелируется воздушная перспектива. То есть, не видно отчетливо, что горы, которые дальше, они бледнее, потому что есть толщина воздуха, которая накладывает такой своеобразный фильтр. Поэтому мы с вами просто все это немного усугубим. Я добавляю немного индиго, зеленого. и вот можно даже все это смешать с вот этим цветом, которым мы рисовали, которым мы рисовали горы на дальнем плане. Пусть будет такой приглушенный цвет. И начинаю. Здесь уже будут какие-то елочки. Сейчас на видео, скорее всего, вам кажется, что я взяла очень темный цвет, но это не так. Когда он высохнет, он будет светлее. Просто сейчас, да, он самый темный, который есть у меня здесь на работе. Но это не так. Так будет не всегда, и он потом будет посветлее. Поэтому не делайте ошибку, не берите прямо сейчас очень темный цвет. Очень красиво расплываются краски. Я за это очень люблю акварель. И здесь можно даже взять кисточку побольше. Не забывайте, что у нас здесь будут светлые верхушки деревьев. Мы их оставляем. Причем желательно их делать такими не ровными, не идеальными, а можно даже чуть-чуть, как будто бы рваными. Аккуратно обходим крышу домика, потому что он у нас на переднем плане. И переходим к деревьям, которые ближе всего. Возьму охру, и, пожалуй, вот я начну с нее. Намечаю верхушки. Где-то добавлю чуть больше зелененького. Просто чтобы эти все верхушки, знаете, не были одинаково светлые. Прям слишком похожие. Это тоже будет неживописно. И теперь можно взять, замешать цвет понасыщенней. беру зеленый, но согласитесь, он слишком яркий для дальнего плана, поэтому можно, например, добавить туда индиго. Но сейчас тоже слишком такой холодный, поэтому добавлю еще немного сиены жены. вот теперь очень красивый цвет и прорабатываем. Смотрите, домик у нас главный объект, поэтому рядом с ним я прям делаю максимально все аккуратненько и такой максимально насыщенный цвет. Дальше можно даже чуть-чуть там перемешать с остальными. и вот здесь точно так же. постарайтесь, чтобы линия домика никуда не съезжала, иначе у вас потом по итогу получатся кривые стены. чуть-чуть добавила индиго вниз и пройдусь для того, чтобы усугубить вот эту всю тень. готово. теперь закрасим лук и первая заливка будет готова, в принципе, кроме домика. возьму лимонный. здесь можно даже немножко добавить индийской желтой, которая у меня есть в наборе. беру вот эти и вот эти, плюс у меня, может быть, там капельку зеленого было. здесь важно не бояться и посмелее кистью. можно даже вот так вот все соединить, чтобы краски плавно перетекли друг в друга. теперь не стесняемся, добавляем зеленый, который у нас есть в палитре, и немножко охры. передний план хочется прям сделать таким приятным и теплым. и постепенно уходим в более какой-то такой темный цвет, но он должен быть и плотный, то есть не не добавляйте водички, просто чтобы он был там, не был такой, знаете, грязненький, но прозрачненький. он должен быть такой плотный, насыщенный. прям посмелее. где-то здесь будут ромашки на переднем плане. если остаются не прокрасы кистью, то это даже нам на руку. так, я маловато цвета замешала сейчас, он у меня закончится в самый неподходящий момент, поэтому я сейчас быстренько добавляю вот сюда тень, тень через плетень. так, и очень-очень быстро замешиваю цвет. все такими движениями на вылет. подгадываем. так, вот здесь у нас на самом-то деле все в тени, поэтому можно даже чуть потемнее цвет добавить. так, и вот здесь вот у меня какой-то сухой участок получился. можно попробовать просто сюда чуть-чуть сейчас побрызгать водой. чуть-чуть не получилось, получился весь лук. закрашиваю вот здесь, там, где мне не хочется, чтобы были везде прям эти лучики, но это вот тот момент, когда акварель вносит свои коррективы, и ты с этим ничего поделать не можешь. ну, вы знаете, мне даже нравится. можно попробовать взять совсем маленькую кисточку и вот здесь на луку прям взять белило, но очень-очень густо, и где-то поставить несколько ромашек. вот эти мне и нравятся, вот эти супер укровистые белило. посмотрите, какие они эффекты классные дают. а вот здесь у меня какой-то непрокрашенный участок, лысина какая-то получилась. поэтому ее мы чуть-чуть здесь нарисуем несколько травинок. Сойдиним, так сказать, две заливки лысина на лугу. Ну, такое тоже бывает, какие-то там овечки паслись и все съели. так, не забывайте, что чем дальше, тем цветочки визуально должны казаться меньше. Поэтому прям аккуратненько и чем ближе, тем более крупнее. Но, кстати, момент уже прошел. Видите, вот здесь красиво расплывалось. Хочется еще парочку вот здесь подставить. Вот они. По-моему, симпатично. Еще добавим каких-то травинок и чего-то там и будет все супер. теперь я жду высыхания и закрашу домик и детализирую. Раз, два, три и все высохло. Продолжаем. Теперь закрашу домик. Начну со стен. Для этого я буду использовать охру. Хотя даже, вы знаете, наверное, больше сиену женую, светлую. Такую разбавленную. Потому что охра имеет такой зеленоватый оттенок. Мне не хочется, чтобы домик прям слишком сочетался со всем остальным пейзажем. Начинаю со светлого цвета. Можно немножко добавить краплак. В общем, постарайтесь, чтобы цвет у вас все время по чуть-чуть менялся. под крышу можно более темного цвета добавить. Обхожу окошки. И добавлю чуть-чуть бирюзового. Ой, зеленая смесь получилось. и можно попробовать, например, взять индиго и сену зеленую. Для того, чтобы получился более холодный цвет, можно, кстати, дать серую пей, но она даже более интересную смесь даст. И закрасить вот здесь наш домик. контрастный угол должен быть, а вот верхушка не обязательно. Верхушку можно и попрозрачнее сделать. возьму серую пейну, побольше добавлю смесь и сразу же добавляю тоненькие тени под крышей. бы у нас домик был условно где-то вдалеке нарисован, мы бы его так не прорисовывали. Но так как он у нас здесь на среднем плане стоит, то придется над ним поработать. так пусть он подсыхает. Теперь нужно решить, что у нас вот здесь будет. Пожалуй, добавлю немножко бирюзовый, индиго. Это уже прям чересчур. Мне так непривычно, я обычно работаю на формате побольше и по привычке беру прям побольше цвета. А здесь так много не надо. Замешала серый цвет индиго плюс неаполитанская желто-красная и пройдусь вот здесь по вот этой площадке. когда подсохнет прорисую уже более четко забор. крыша крыша. Крыша у нас красивого малинового цвета, но так как здесь здесь уже такой закат закат, то я в нее добавлю серую пейну и конечно же сиену женую, чтобы такой более теплый оттенок придать. Но в целом она должна быть такая это я знаю, что она малиновая и мы с вами, но на самом-то деле если прищурить глаза, то она даже где-то сливается с горами, настолько она серая, то есть это такой серо-малиновый цвет. Можно смело тут каких-то надуманных деталек добавить. теперь возьмем какой-нибудь разбавленный прозрачный серенький цвет с палитры и закрасим окна, чтобы они не были белыми. Это прям важно, потому что это у нас не супер освещенная сторона, белый здесь сверкать не может и пока здесь домик подсыхает, чтобы продолжить его прорабатывать, я еще немного проработаю деревья. Например, можно взять серую пейну, где-то добавить каких-то стволов деревьев, которые вот тут у нас веточек. Вот это дерево можно представить, что оно мы его не видим, но в нашей работе это добавит такой живописности. И что еще мне хочется, хочется немножко отделить вот эти верхушки деревья, чтобы они засеяли от гор. Поэтому здесь я возьму кисточку побольше, возьму опять вот этот наш изумрудный или бирюзовый, как он там называется, добавлю немножко белил, чуть-чуть индиго и пройдусь прям вот так вот как бы выдвигая кроны деревьев на передний план. Где-то можно добавить чуточку больше индиго. Постарайтесь все время менять цвет. Таким образом он у вас будет как бы переливаться и будет более живописный. Где-то можно немножко подтушевать пальцем и возьму маленькую кисточку и чуть-чуть добавлю вот этих таких имитацию елочек на дальнем плане. Просто прикладывая острие можно где-то чуть-чуть подтушевать. Просто перемешиваю две смеси для того чтобы более теневая сторона получилась и где-то добавлю прям более видные склоны вот этих гор. Мне не нравится когда слишком большой участок закрашен в один цвет сразу же становится плоским изображение. готово. Что мне еще не нравится это белый кусок который меня сбивает белый кусок забора его можно тоже закрасить и мы здесь сейчас все доработаем так здесь подсохло беру серую пейну и нарисую в окошках стекла тоненькой кисточкой очень приятная тонкая кисть синтетическая равна размеру наверное 6 или 4 обычной синтетики так теперь хочется добавить еще деталей на лук возьму зеленый перемешаю его с цветом крыши получился как раз то что надо можно добавить сюда вот каких-то травинок только не рисуйте пожалуйста травяной забор какими-то легкими движениями как будто вы рисуете не знаю реснички очень-очень легко это вот будет травка на переднем плане потом можно чуть поярче цвет взять все время изменяем нажим кисточки можно добавить еще чуть-чуть теней и на деревьями здесь пройтись и мелкие детали серой пейной можно вот здесь аккуратненько нарисовать забор можно добавить вот здесь какие-то разграничители вообще там луга у всех обязательно отгорожены друг от друга в небо добавим пару птичек буквально совсем-совсем легкими движениями так это уже пропеллер какой-то у меня ну чего и опять же возьму густо белилами можно поставить какие-то здесь точечки фонарики как будто бы зажглись немножко проработать крышу и парочку цветов уже по-сухому добавим на этом я заканчиваю наш быстрый скетч для пейзажа это действительно быстро отмечайте нас обязательно подписывайтесь на наши странички и до встречи в следующих видео всем пока такой постскрипту решила попробовать еще догнаться маркерами мне хочется попробовать посовмещать техники поэтому вы можете это делать а можете не делать но мне прям хочется попробовать может быть добавить объемы деревьям так 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 поэтому чтобы подмечать взяла более темный маркер так это конечно я уже начинаю тут фигню и пить на другой стороны почему бы и нет и еще в чем классные эти маркеры что их можно немножко размыть если вы чувствуете что вы нагло переборщили так ну да этот цвет конечно такой ядерный оранжевым цветом можно пробовать еще добавить тень на доме под крышей ух ты этот маркер видно видно и на акварели значит можно попробовать какие-то добавить маленькие цветочки на лугу добавим здесь вместо белых будут какие-то поле с одуванчиками не знаю почему это приведет может смотреться очень даже интересно у меня еще желтый есть конечно добавим им стебельков осталось это еще или мира использовать его это вообще супер хочется еще каких-то маленьких деталей может быть где-то там человечка в каких-то точечек чуть-чуть можно еще разок пройтись по крыше все на этом я точно заканчиваю всем пока